На рынке оружия возможна настоящая сенсация. Появилась информация, что Турция может закупить российский зенитно-ракетный комплекс С-400. Сделку президента двух стран обсудят 3 мая в Сочи. Министерство финансов Российской Федерации готово выдать Турции соответствующий кредит. Очень хорошо, что Россия начала зарабатывать деньги не только на нефть и газе. Пока не была выше 100 долларов за баррель, любой несырьевой экспорт рассматривался просто как дополнительный заработок. Теперь Россия уверенно держит вторую позицию на мировом рынке оружия. Среднегодовой экспорт порядка 15 миллиардов долларов. Однако С-400 это особая сделка. Россия продает свои комплексы стране НАТО. Фактически Россия обыгрывает Запад на его собственном поле. Говоря о сделке, можно также сказать, что экономические интересы определяют российскую внешнюю политику. Ясно, что против сделки будет Ереван, который и так не в восторге от поставок российских вооружений Баку. На ситуацию можно посмотреть и шире. Россия и Турция много раз воевали. В Константинополе проливы были важной целью российских армий. Почти сто лет назад российская армия могла войти в Царьград. Однако этого не случилось. Теперь в 21 веке России и Турции делить-то в принципе нечего. Соседи, торговые партнеры. Если будет построен турецкий поток, и Россия избавится от зависимости по транзиту газа через Украину, изменится вся геополитика газовых поставок в Европу. Россия и Турция с точки зрения экономического здравого смысла должны быть намного ближе. Понятно, что у всех свои интересы, но логика вещей говорит в пользу этого союза. Единственное, где интересы России и Турции расходятся, это амбиции Турции стать лидером тюркского мира. В России есть тюркские республики, татария, башкирия, якутия. Естественно, Москва заинтересована, чтобы лидером тюркского мира стал главный партнер России в Евразии, братский Казахстан. Именно Казахстан должен стать официально признанным в мире наследником империи чингизидов. Редактор субтитров А.Семкин